Мы продолжаем читать книгу Иова. В прошлый раз мы говорили о речах Иова, о его боли, о его беде, которая не в том, что погибли дети, и его разрушилось, ушло все имущество и здоровье, и он сидит на гноище, а в том, что Бог от него ушел. Нет, Бог не ушел от Иова, Бог не отдал Иова, не отдал никому, но Он умалил ощущение Своего присутствия. Это поразительный факт, известный многим и многим подлинным подвижникам духовной жизни. Мы читаем об этом в их писаниях, и, наверное, не смогли бы без этих писаний понять, о чем говорит Иов. Бог не оставил Иов, и одним из самых ярких свидетельств о том, что Бог не оставил Иов, является его пророчество. Да, вот он так между делом пророчествует. Он храним Богом просто потому, что в нем осталась вера, хотя, как справедливо говорит канон Андрея Критского, в случае с кем-нибудь из нас это, мы бы давно ее потеряли, потому, слава Богу, и не случается. А Иов был крепкий, он, правда, был праведник, и Бог не ошибся, свидетельствую об этом сатане. Но бывают состояния, которые потом святые отцы назовут Богооставленностью. Это такое состояние, когда Бог не оставляет человека. Есть другие состояния, плохие, мерзкие. Но состояние Богооставленности именно в том, когда Бог не оставляет человека, но человеку кажется, что Бог его оставил. То есть его ощущения, его чувства, не просто вот органы чувств, но очень глубокие духовные, сердечные чувства, они свидетельствуют о том, что Бога рядом нет, что Бог его не слышит. А между тем Бог его видит, слышит и держит его за руку. Ну вот, самый первый, по сути дела, в святоотеческом опыте описание Богооставленности, сделанное Афанасием Великим по поводу Антония, жития Антония Великого. Вот несколько лет Антоний переживал страшные скорби, просто такие скорби, которых никогда никто больше не переживал. И вот когда он изнемогает полностью, совершен, и даже изнемогая, он свидетельствует о том, что он не отречется от Бога. И вот на каком-то последнем, последнем точке, последней капле этого выматывания Антония, Бог вдруг является, открывается, разгоняет весь мрак и облако искушений. И изможденный Антоний спрашивает, Господи, где же ты был? И Господь говорит, я был рядом, всегда был рядом. Я смотрел, как ты терпел. Конечно, если бы Бог оставил Иова, то бесы бы его сожрали. Человек не в состоянии сопротивляться бесам, кем бы он ни был. Но Бог держал, незримо, неощутимо для Д'Антония. Он держал его даже тем самым терпением, как Псалтырь говорит, терпение мое от тебя есть. Если я могу терпеть невытерпимое, то это Бог со мной. Но я его не чувствую. Вот это состояние богоставленности, когда Бог есть в жизни человек, но человек его не ощущает, но продолжает непоколебимо стоять на основании веры. И вот так делает Иов, и особым, как бы, свидетельством его стояния является сделанное им пророчество. Их немного, но, тем не менее, они очень яркие. Вот девятая глава. Ибо Бог не человек, как я, чтоб я мог отвечать Ему и идти вместе с Ним на суд. Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас. Да отстранит Он от меня жезл свой, и страх Его да не ужасает меня. И тогда я буду говорить, и не убоюсь, ибо я не таков сам себе. Нам нужен посредник, тот, кто является и Богом, и человеком, который соединит нас и переломит жезл гнева и страха. И я смогу припасть к своему Богу и обнять Его. Вот 14 глава. «Уходят воды из озера, и река иссякает и высыхает, так человек ляжет и не станет. До скончания неба он не пробудется, не воспрянет от сна своего. О, если бы Ты в преисподней сокрыл меня и укрывал меня, пока пройдет гнев Твой, положил мне срок, и потом вспомнил бы обо мне, когда умрет человек, то будет ли опять жить? Во все дни определенного мне времени я ожидал бы, пока придет мне смена, возвал бы Ты и отдал бы Тебе ответ, и Ты явил бы благоволение творения рук Твоих, ибо когда Ты исчислял мои шаги и не подстерегал бы от греха моего, ведь свитки было бы запечатано беззаконие мое, и Ты закрыл бы вину мою». Это мольба о воскресенье. Она потом будет даже буквально через несколько, с несколько глав там, буквально через 3-4 главы получит пророческое же исполнение, а здесь он молится, он молится о том, что Господи, а вот если бы воскреснуть, если бы встать перед Тобой, но встать не так, как вот я сейчас стою, а встать так, чтобы Ты не стерег меня, чтобы Ты не следил за грехом моим, чтобы рукописание беззакония моих, вот этот вот самый свиток бы моих грехов, был закрыт, стерт, чтобы не было ничего плохого, сказанного обо мне перед лицом Твоим. Вот если бы было запечатано беззаконимо, если бы не просто воскреснуть в грехах, а воскреснуть, ощущая, что все грехи мои закрыты, вот бы как здорово было. И вот в 19 главе он тоже пророчествует, это самое известное, яркое пророчество Иова, как бы получая вот такой пророческий ответ на собственную мольбу, «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого, увидит Его, и стоевает сердце мое в груди моей». Вот такое пророчество. Он не чувствует Бог, Бог не отвлекается на молитвы, но, произнося эти пророческие слова, Он чувствует, как радостью заслось его сердце. Он получает внутреннее удостоверение о том, что да, Он воскреснет, и, наконец-то, Бога увидит, что бы там ни было, но Он встретится со своим Богом. 16 глава. «И ныне вот на небесах свидетель мой, заступник мой вышних, о, многоречивые друзья мои, к Богу слезит око мое, о, если бы человек мог иметь состязание с Богом, как сын человеческий с ближним своим, заступник мой на небесах жив, он за меня заступится». Вот такое пророчество Ивы. И последнее пророчество из 17 главы. «Дыхание мое ослабело, дни мои угасают, гробы предо мной. Если бы не на смешке их, то и среди споров их око мое пребывало бы спокойно. Заступись, поручись сам за меня пред собою, иначе кто поручится за меня?» Это одно из самых пронзительных свидетельств об искуплении, о сути искупления. Ко мне пришел Бог, чтобы за меня поручиться. Пришел Бог, чтобы сказать, вот этот человек оправдан, пустите его. Оправдан не потому, что он безгрешный, а просто у нас с ним есть договор, у нас с ним есть отношения. Вот вы когда-нибудь проходите в какое-нибудь запретное место, куда не пускают всех, вы идете с человеком, которого там все знают, и которого туда пускают. Он говорит, «Это со мной». И вас пропускают без слов, не спрашивая документов, не проверяя вашу генеалогию, судимости и прочее. Просто человек за вас поручился, я его знаю. Как Иов это увидел? Как он в этой скорби угадал суть искупления? Надо, чтобы искупление свершилось, надо, чтобы у человека установились личные отношения со Христом. И он скажет там, вратах Царства Небесного, «Я его знаю». Не надо допрашивать, не надо пытать, не надо там ничего, «Я его знаю, он со мной». Вот это, об этом молится Иов, в это он верит, вот в это он пророчески надеется, к этому устремляет око свое, чего друзья его многоречивые, насмешники его понять не могут. Вот на самом деле в этом вся суть искупления. Чтобы у каждого были личные отношения со Христом, чтобы мы любили его, чтобы мы, вместив, вкусив его любовь, могли бы в любви выстроить вот эти отношения. И тогда не страшно ничего. Он поручится за нас. Он ведь нас знает. Он знает, что мы грешники, да, и даже больше, чем грешники. Может, самые отвратительные грешники на земле, но он нас знает. Я все под контролем, я ему все простил. Когда висел на кресте, пропустите его. Я его знаю. Ведь именно это говорит Христос в Евангелии только с другим, скажем, знаком, с другим диссонирующим звуком. Отойдите, я никогда вас не знал. Он так говорит просто некоторым людям в заключении Евангелия от Матфея в 7 главе. И так говорит женам, которые пришли с Илеем. С сосудами, в котором Илея как раз и не хватило. Он тоже говорит я никогда вас не знал. Вот, что самое важное. И вот, что самое страшное. Знает он меня или нет? Если он знает меня, если у меня есть отношения и мое сердце свидетельствует о том, что мы знаем друг друга, это очень личное, очень глубоко личное отношение, то тогда у меня есть надежда. А если у меня нет личных отношений с ним, хотя бы я что-то и исполнил, он может сказать я никогда не знал тебя. Ведь те люди, которым это говорится в Евангелии от Матфея, они же и бесов изгоняли, и пророчества говорили, и многие знамения именем Христа творили и молились ведь тоже. А он им говорит, отойдите от меня, я вас не знаю. А Иов говорит, вот хорошо бы был Бог, который меня знает, он за меня поручится и проведет меня туда, где нам будет хорошо. Вот такие пророческие откровения, которые свидетельствуют о том, что Иов не оставлен Богом, хотя его присутствие в своей жизни и не ощущает. И вот этот вот казалось бы бесконечный круговорот речей в природе вдруг неожиданно заканчивается. в 33 главе неизвестно откуда, неизвестно кто. Это самое странное во всей этой истории, потому что мы не знаем, кто это на самом деле. Ну вот вмешивается некто Елеуй, вмешивается, врывается в этот разговор и прекращает спор. Он говорит речь, говорит ее достаточно долго тоже, начинается с 33 главы и заканчивается в 36, если мне не изменяет память. И он говорит совсем иначе. На первый взгляд, когда мы читаем книгу Иова, нам кажется, что он говорит то же самое. Но он тоже обличает Иова, он тоже ругает его, он тоже делает ему замечание. Но вообще Елеуй загадочная фигура, потому что, например, его речь без каких-нибудь объективных точек, маркеров переходит в речь Бога. Просто продолжается она речи Бога, ведь Бог тоже обличает Иова. Странное, да, дело? И друзья обличают Иова, и Илеуй обличает Иова, и Бог обличает Иова. Но обличения друзей совсем другие, и перед обличениями Бога Иов склоняется, а обличения друзей совсем только раздражают его и ни к чему хорошему не приводят. В чем же разница? А на самом деле нет никакой разницы по сути своей. Просто Илеуй любит Бога, как и Иов, кем бы он ни был, а друзья не любят Бога. Вот и все. Но Илеуй непонятен и другим. То, что касается трех друзей Иова, Бог делает в конце концов резюме он говорит сделай то-то и то-то чтобы я их простил. Про Илю ничего не говорится. Странный этот человек и человек ли? Конечно, будь у него только имя, ему безусловно сказали, что это ангел, явившийся в образе человека, как это было в книге Тавида. Но у него есть отец, его отцовство, принадлежность отцовскому роду указана, и это ничего нам не открывает. Мы не знаем, кто такой Илюй, мы ничего не можем сказать, но говорит он странные слова. Вот само начало. Дух Дух Божий создал меня, и дыхание вседержителя дало мне жизнь. Если можешь, отвечай мне и стань предо мной, вот я по желанию твоего вместо Бога. Я образован также избрение, поэтому страх предо мной не может смутить тебя, и рука моя не будет тяжела для тебя. Значит, не понял. Дух Божий создал меня, как и тебя. Ну, естественно, ты же человек. Я образован также избрение, поэтому страх передо мной не может смутить тебя, рука моя не будет тяжела. То есть, я такой же, как и ты. Вот ты не должен меня бояться, но я вместо Бога, как может сказать такой человек. Или там чуть дальше. Потому что слова мои точно не ложь пред тобой совершенны в познаниях. Тон речи Иллиуя гораздо дерзновейнее, чем у Иова. И акцент его не на том, что грешен Иов, а о том, что Бог заведомо прав. Прав Бог-то. Бог-то ведь не может перед тобой держать отчет. Бог ведь заведомо прав. И об этом говорит Иов. Иллиуя. Если друзья говорили о том, что Бог не может быть неправым, поэтому ты грешен, то Иллиуя говорит, не важно, грешен ты или нет, важно, что Бог всегда прав. С нашей точки зрения, вроде какая разница, мы же не задумываемся о таких вещах, но на самом-то деле, если друзья обвиняют Иова, то Иллиуй оправдывает Бога. Это и по речи, и по статусу совсем другой. Ну, а главное, что в речи Иллиуя содержится самое суровое, самое правильное, самое трезвое, самое разумное обличение Иова. В чем оно? Вот Иллиуй говорит, Иов неумно говорит, и слова его не со смыслом. Я желал бы, чтобы Иов вполне был испытан по ответам его свойственным людям нечестивым, иначе он, как греху своему прибавит отступление, будет рукоплескать между нами, и еще больше наговорит против Бога. Смотрите, Иллиуй не говорит, что Иов грешник, он не говорит, что он согрешил, он говорит очень интересное слово, он говорит, что речи Иова свойственны людям нечестивым, хотя, разумеется, сам Иов нечестивым не является, но говорит-то он так, как говорят нечестивые люди. Помните, что говорил Иов, делать добро смысла нет, все равно ты ничего хорошего за это не получишь, от того, что ты делаешь зло, ну, собственно говоря, никто тебе ничего не сделает, Бог милостив простит. но важнее именно первый посыл, какой смысл делать добро, если за это ничего не будет и праведники страдают так же, как и все. нечестивые люди с эпохи, там, с момента Каина до Антихриста, все нечестивые люди именно так и говорят. Какой смысл делать добро, какой смысл поступать благочестиво, какой смысл верить, ведь за это ничего не будет и наказание, и разных там скорбей мне все равно не избежать. Все скорбят. Вот, но он хоть живет, как придется и скорбит, а я стараюсь, стараюсь, и все равно за это ничего не получу. Иов говорит это просто как констатацию факт. Сам он как делал добро, так и будет делать добро. Как он верил, так и будет верить. Но сами то слова, которые он произносит, это те слова, которые произносят все нечестивые люди. Какой смысл поступать благочестиво, если тебе за это ничего не будет, оскорбей сколько угодно. Сам Иов, еще раз повторю, так не думает. Он только так говорит, оценивая объективную картину мира. Но он произнес то, что произносят все нечестивые люди. Сам по существу нечестивым не являйся. Как же так? Праведный человек говорит неправедные слова, благочестивый произносит слова нечестивые. Как это могло случиться? В 36 главе Ильюй говорит, берегись, не склоняйся к нечестью, которой ты предпочел страданию. Бог высок могуществом своим, и кто такой, как он наставник? Кто укажет ему путь его, кто может сказать, ты поступаешь несправедливо? Берегись, не склоняйся к нечестью, которой ты предпочел страданию. то есть что происходит? Иов страдал. Страдал и страдал. Страдал и страдал и страдал и страдал и, собственно, страдал бы, как мы уже говорили, 15, 20, 180 лет. Сколько надо было, столько и страдал бы. Но тут на притчу пришли друзья. Сидят себе, смотрят, глазеют. Он начинает говорить и начинает спорить, говорить ложь, унижать, оскорблять. Он пытается от них защититься, пытается воззвать к их милосердию, пытается добиться от них милосердия. И в результате этого спора чтобы только отстоять свою невиновность, он начинает обвинять Бога. Нет, он в глубине души, конечно, не считает, что Бог в чем-то виноват. Но слова его уже это говорят. Он уже говорит о том, что действительно нет смысла делать добро. Куда смотрит Бог в мире столько безобразия. Он уже это сказал, он действительно это сказал. Он бы никогда не сказал, если бы не пришли друзья. понимаете, он бы страдал так, некому говорить. Но друзья пришли и своим напором, они вынудили его начать произносить слова в сущности нечестивые. в том-то и удивительное свойство Иова, что сам-то он внутри не нечестивый человек. А слова нечестивые уже произносят. Да более того, если мы вспомним слова Христа о том, что от избытка сердца говорят уста, там где-то эти слова уже были. Где-то на самом недре его сердца. Не мысль, иначе бы он был нечестивым. А где-то зачаток мысли, как некое состояние того, что почему действительно мир так устроен, уже промелькало в сердце Иова. Еще даже не в сознании, только на сердце, как некое глубинное тектоническое движение, раз пришли люди, и вынудили его эти слова произнести. Они же вышли из сокровищ его сердца. Они вытащили эти слова. Они выцарапали из его внутренности вот это непонимание и недовольство миром, необретение в нем справедливости. Они выудили эти слова. Они вербализовали его интенции. Они как бы выловили, выудили, как сама из глубины вот это слово. И Иув эти слова сказал. Если бы Иллюй не вмешался, Бог весь, что бы было. Но Бог вмешался. Иллюй вмешался, Бог вмешался. И остановил это слово преди. Но слова были сказаны. И это важно, что они были сказаны. Иув через речь Иллюя вдруг услышал, что он действительно сказал нечестивые слова. А что должен был делать тогда Иув? Да все просто. На самом деле, просто сказать об этом, сделать гораздо сложнее. Но вообще-то он знал, что нужно делать Иув. Он сказал, как тяжело мне жить. Ну да. Местный фарисеюшка приходит и говорит, да как тяжело. Грешник, потому и тяжело. Ну да, грешник, потому и тяжело. Богу виднее. Тебя прислал зачем-то меня доставать. Скорби прислал, ему виднее. Будем я Господне благословенно отныне и до века. Он должен был сказать друзьям то же самое, что он сказал жене. Ну да, собственно говоря, вот вы пришли поглумиться надо мной, ну и вас Бог прислал, ну и слава Богу, буду терпеть дальше. Иллюй так и говорит, берегись, не склоняйся к нечестию, которое ты предпочел страданию. Надо терпеливо сидеть и выслушивать, как на тебя орут твои друзья. Вот, если ты начнешь с ними спорить, ты начнешься преклоняться к нечестию, потому что друзья нечестивые, потому что они фарисеи, потому что их прислал сатана. Да, именно он, зараза такая, взял и прислал к нему друзей. Он видит, что Иов непоколебим, он видит, что Иов так по-прежнему остался праведным, но он-то ведь не труба на бане и кое-что в делах разумных и духовных понимает. Нельзя ни в коем случае этого совершеннейшего, мудрейшего из всех существ человеческих, ой, существ сотворенных, нельзя его недооценивать. Хотя Бог ему не повелел этого делать, он послал к Иову друзей. Он знает, что друзья разговарят, 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 если правильно их организовать. И Иов начнет говорить нечестивые речи. А если в пылу спора эти нечестивые речи говорить, говорить, и говорить, то очень легко довести человека до того, что он будет богохульствовать. И довели бы, довели, и Иову бы довели, и любого доведут. Если на их стороне великий спорщик и клеветник, великий противник Бог, конечно, доведут. И случайно же отцы говорили, никогда не спорь с помыслами, они все равно тебя переспорят. Никогда не состязайся с сатаной в словопрении, он уже победил, как-то только ты начал спорить. Ты единственное, что можешь сделать, это отказаться от спора и позвать на помощь Бога. Иов начал спорить, и поэтому был уловлен в словах. Но как только для него, как только им стали, были произнесены нечестивые слова, но это нечестие не пошло дальше произнесенных слов, как только вытащилось на поверхность, вербализировалось то, что от он хотел сказать, вот о несправедливости мир, но сердце этого вот и сознание еще до конца не коснулось, но он мог уже услышать, что сказал, Бог положил этому конец. Если бы Бог не вмешался, Иов мог бы сказать много, как и всякий из людей, не надо думать о себе больше, чем мы есть, мы просто люди, никто негде некогда сказал, если и все оставят тебя, не оставлю, все знают, что с ним получилось, поэтому мы просто люди, даже Михаил Архангел не спорил с сатаной, а просто сказал, да запретит тебе Господь. Иов ему было горько, ему было невыносимо больно, и он не чувствовал Бога, и этим воспользовался лукавый дух, чтобы как-то довести его до нечестия, но ему было дано делать только то, что было угодно Богу. Вот к этому мы и перейдем. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. «Стар» 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 Продолжение следует...